Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Траска и капитан вылезли из грузовика, спрятанного за низкорослым кустарником, и прошли еще сотню метров вперед. Они шли, пригнувшись, и всматривались в змеящиеся корни и выбоины на грязной дороге перед ними. Полная луна заливала джунгли серебристым светом, но дорога была почти полностью скрыта в густой тени деревьев. «Тихо!» — прошептал капитан и предупреждающий взял солдата за запястье. Траска задержал дыхание и напрягся, чтобы стоять совершенно неподвижно. Капитан Картер был легендарным бойцом, знатоком джунглей, что доказывали многочисленные шрамы и медали. Если он считал, что здесь, в темноте, к ним подкрадывается что-то опасное... Траска подавил невольную дрожь. «Все в порядке», — бросил капитан уже нормальным голосом. «Там что-то крупное, буйвол или олень». Но зверь оказался с подветренной стороны и убрался подальше, как только учуял наш запах. «Можешь курить, если хочешь». Солдат займялся, не зная, что ответить, и, наконец, выговорил. «Сэр, а разве вы, ну...» «Я хочу сказать, а вдруг кто-нибудь увидит огонек?» «Мы ни от кого не прячемся, рядовой Траска. Уильям, дома тебя звали Билли?» «Да, сэр, естественно». «Билли, мы выбрали это место, потому что никому из местных жителей не придет в голову ночью отправиться сюда. Закуривай. Дым даст знать всему зверю, что мы здесь, и оно будет держаться подальше. Звери намного сильнее боятся нас, чем мы их. И нашему осведомителю запах тоже поможет легче найти нас. Одно дуновение ветерка, и он будет точно знать, что это не местный самосад. Тропа ведет к деревне, и он, скорее всего, появится оттуда». Билли вгляделся в темноту, но не увидел ни тропинки, ни просвета в стене джунглей там, куда указывал офицер. Но раз капитан сказал, значит, так оно и было. Он крепче стиснул свою винтовку М-16 и покрутил головой, всматриваясь в темноту, гудевшую и звеневшую голосами тысяч различных насекомых и животных. «Тут не так уж много разных тварей, сэр. Дома в Алабаме я много охотился, и знаю, что этим ружьем можно остановить все, что может появиться поблизости. Кроме, пожалуй, другого ружья. Я имею в виду этого выродка, сэр, который должен прийти. Разве он не предатель? Он продает своих собственных людей, и почем нам знать, что он не захочет нажиться и на наших головах тоже?» Голос Картера звучал очень спокойно, и по нему нельзя было угадать, насколько сильно слово «выродок» резануло его слух. «Этот человек осведомитель, а не предатель. И даже больше, чем мы, хочет, чтобы все это скорее закончилось. Он переселился сюда несколько лет назад с юга, из деревни, разрушенной землетрясением. Постарайся понять, что эти люди очень консервативны, и он на всю жизнь останется в этой деревне чужаком, пришельцем. Его жена умерла, ему совершенно незачем здесь оставаться. Когда мы вышли на него в поисках информации, он ухватился за этот шанс. Мы заплатим ему столько, что он сможет не работать до конца жизни. Он переселится в деревню поблизости от своих родных мест. А это очень много значит». Билли, ободренный темнотой и присутствием одного единственного офицера, разговаривал очень смело. «Так и все же равно он гадит тем людям, среди которых жил, продает их?» «Он никого не продает». Тон капитана теперь стал более настойчивым. «Все, что мы делаем здесь, служит для их собственного блага. Они пока что не могут этого понять, но так оно и есть. В этом деле нужно судить по отдаленным результатам». В голосе капитана теперь явственно слышалось раздражение. Билли беспокойно переступил с ноги на ногу и умолк. Ему следовало помнить, что никогда нельзя разговаривать с офицерами так, словно они нормальные люди или хотя бы чем-то похожи на них. «Вставай, он идет», — негромко сказал Картер. Билли подумал, что капитан, возможно, заткнул бы его за пояс, даже если бы они охотились в лесах его родной Алабамы. «Он не видел и не слышал ничего. И лишь когда совсем рядом возникла фигура приземистого человека с тюрбаном на голове, он понял, что осведомитель прибыл». «Туан», — прошептал человек, и Картер чуть слышно заговорил с ним на его родном языке. «Болтать на языке этих выродков было для Билли уже чересчур. Солдатами проводили занятия по местному языку, но он никогда не давал себе труда ходить на них. Когда они вышли в пятно лунного света, он увидел, что этот человек и на самом деле был типичным выродком, худой, малорослый старик. На его тюрбан пошло больше ткани, чем на набедренную повязку. Все имущество, которое ему удалось скопить, было завернуто в соломенную циновку, которую он нес в одной руке, и голос его казался испуганным. «Вернемся к грузовику», — приказал капитан Картер. «Он не будет разговаривать здесь, слишком боится, что его заметят односельчане». «И у него есть основания для тревоги», — подумал Билли, следуя по дороге за странной парой. Капитану пришлось согнуться почти вдвое, чтобы разговаривать с маленьким полуголым человечком. Как только грузовик, фыркнув, завелся, и водитель тронул машину в сторону лагеря, осведомитель успокоился. Он непрестанно трактил высоким, похожим на птичий, голосом, а капитан положил на планшет лист бумаги и быстро набрасывал на нем детали планировки деревни и окружающей территории. Билли кивал, зажав винтовку между коленями. Ему все это до чертиков надоело, и он думал о том, как пожрет и завалится дрыхнуть. В офицерской кухне имелся ночной повар, который, к тому же, жарил бифштекс и яичницу для солдат ночного наряда. Голос продолжал чирикать, и схема заполнялась все новыми и новыми значками. «Ты ведь не хочешь потерять доверенную тебе правительственную собственность, правда, Билли?» — спросил Картер, и Билли понял, что заснул Сиди и выронил М-16 из рук. Но капитан подхватил винтовку, сохранил ее, да к тому же дал солдату поспать. В открытую заднюю часть затянутого тентом кузова лился резкий голубоватый свет ртутных фонарей, освещавших лагерь. Билли открыл балорот, но не знал, что и сказать, а потом офицер ушел. Крошечный абориген вслед за ним выбрался из кузова, и Билли остался один. Он спрыгнул, проехался по грязи и шлепнулся. Невзирая даже на то, что капитан спас его от больших неприятностей и, скорее всего, не станет сообщать о случившемся, он все еще не был уверен, нравится ему этот Картер или нет. После того, как он уснул, не прошло и трех часов. В палатке вспыхнул свет, а из закрепленного рядом с лампой динамика послышался звук трубы. Эту запись каждое утро крутили, когда объявлялся подъем. Билли, ослепленный светом, прищурился на часы и увидел, что только-только минуло два часа ночи. «Это что за чертовщина?» заорал кто-то из угла. «Снова эти дурацкие ночные учения!» Билли знал, в чем дело, но прежде чем он успел открыть рот, из динамика послышался голос командира, который, конечно, успел все рассказать первым. «Ну, ребята, мы выходим, пора. Первые подразделения выскочат через два часа. Время Че на рассвете, если точнее, то в 5.15. Ваши непосредственные командиры дадут вам детальные инструкции, прежде чем мы выкатимся отсюда». «Это то, для чего вас учили, и тот самый момент, которого вы ждали. Не волнуйтесь, делайте свое дело и не верьте всем паршивым слухам, которые до вас доходили. Я особенно обращаюсь к новичкам. Я знаю, вас много долбали, вас называли боевые девственницы, еще хуже, забудьте об этом. Вы теперь команда, а завтра потеряете девственность». Все, кто были в палатке, расхохотались, кроме Билли. Он сразу распознал все ту же самую старую чушь, которой его уже закормили досыта, что дома, что в школе везде было одно и то же дерьмо. Сделай или помри во славу доброго старого дядюшки Сэма. Вот дерьмо. «Эй, шевелитесь! Шевелитесь!» Заорал сержант, откидывая в сторону полотнище, закрывавшее вход в палатку. «У нас времени в обрез, а вы, парни, тащитесь точно! Старухи на соревнованиях по бегу в мешках!» Пожалуй, это было похоже на истину. Сержант никогда не ругался понапрасну, с ним всегда было ясно, что делать. «Сворачивайте скатки ту же, а то у них такой вид, как будто вы туда насрали, а потом прикрыли, чтобы никто не видел!» Сержант понимал буквально приказы о том, что речь командира должна доходить до сердца подчиненного. Ночь была темной, душной, жаркой, и Билли явственно ощущал, что пот уже начал впитываться в его чистый комбинезон. Подразделение рысью добежало до столовой, там все быстро проглотили еду, а затем также рысью прибежали назад. А потом, надев рюкзаки, они выстроились перед коптерками за полевым снаряжением. Усталый капрал с серым лицом забрал у Билли М-16, сверил номер оружия с тетрадкой и вручил ему Марк-13 и мешок с боезарядом. Прохладный металл скользнул у Билли в руках, и он чуть не выронил оружие. «Смотри, чтоб в распилитель не попала грязь, не то пойдешь под трибунал за покушение на убийство». Без выражения, словно магнитофон, проречал капрал заученную фразу и тут же повернулся к следующему. Билли показал капралу средний палец, как только тот повернулся к нему спиной и вышел на улицу, где уже толпились многие солдаты его роты. В свете ртутных фонарей он принялся рассматривать выданное ему оружие, так и этак поворачивая его перед собою. Одно предназначалось для подавления уличных беспорядков и было совсем навехоньким, прямо с заводов Космолайна, сверкающее ружье с толстым стволом и еще более толстым прикладом, куда вкладывался газовый баллончик. Тяжелая, конечно, аж восемь килограммов, но это Билли не волновало. «Становись! Становись!» рявкнул сержант все тем же добродушно строгим тоном, каким разговаривал с самого подъема. Солдаты построились повзводно, а потом долго стояли вольно в ожидании. «Поспеши да подожди» — так было всегда, особенно в армии, так что Билли улучшил момент, когда никто из унтеров не смотрел в его сторону, сунул в рот кусок жвачки и принялся неторопливо жевать. Наконец-то раздалась команда, его взвод рысцой понесся к вертолету, где ожидал капитан Картер. «Еще два слова перед посадкой», — сказал капитан. «Вы, парни, входите в ударную группу, и вам предстоит делать грязную работу. Я хочу, чтобы вы все время находились рядом со мной, не сбивались в кучу и глядели во все стороны, при этом не теряя меня из виду. Мы можем столкнуться с неприятностями. Но независимо от того, как пойдут дела, ничего не делайте. Я специально обращаю на это ваше внимание. Ничего не делайте по собственной инициативе. Ждите моих приказов или спрашивайте, что делать. Мы хотим, чтобы это была образцовая операция, и нам не нужны никакие потери». Он развернул большой схематический план и ткнул пальцем в первую шеренгу. «Вы двое, поднимите это, чтобы было видно всем. Вот цель, по которой нам предстоит нанести удар. Деревня находится неподалеку от реки и отделяется от нее рисовыми чеками. Подушечник пройдет прямо по плантации, так что здесь никто не сможет выйти. Имеется единственная грунтовая дорога, ведущая через джунгли, она будет заблокирована. Кроме того, на каждой тропинке будет выставлена застава. Сельские жители могут скрыться в джунглях, если им заблагорассудится. Но им не удастся уйти далеко, они будут вынуждены прорубать себе проходы, и мы легко сможем выследить их и вернуть обратно. Для этих целей выделены специальные команды, которые ко времени Че займут свои позиции. И тогда мы ударим. Мы быстро пройдем на самой малой высоте и сможем приземлиться среди домов на вот эту открытую площадь, прежде чем кто-то успеет понять, что мы атакуем. Если мы сделаем все правильно, то сопротивление нам смогут оказать только собаки и куры. «Ха! Перестреляем собак и съедим кур!» — крикнул кто-то из задних шеренг, и все расхохотались. Капитан чуть заметно улыбнулся, чтобы показать, что он оценил шутку, но не одобряет болтовню в строю и снова ткнул пальцем схему. «Как только мы высадимся, остальные подразделения тоже войдут в деревню. Местный старост, вот его дом, старый пройдуха с отвратительным характером, прошедший военную службу. Жители будут слишком ошеломлены для того, чтобы оказывать сопротивление, если только он не отдаст приказ в нужный момент. Его я возьму на себя, а теперь задавайте вопросы». Он обвел взглядом выстроившийся взвод. «Нет вопросов?» «Ладно. Тогда начинаем посадку». Большие двухроторные вертолеты стояли, припав к земле на своих низких шасси. Их широкие двери располагались совсем низко, так что для посадки не требовалось никаких трапов. Как только люди оказались на борту, стартеры взвыли, и длинные лопасти начали медленно вращаться. Операция началась. Когда машины поднялись выше джунглей, солдаты увидели, что горизонт на востоке осветился. Они двигались очень низко, чуть ли не задевая за верхушки деревьев. И, наверное, со стороны напоминали стаю неуклюжих хищных птиц. Полет был совсем недолгим, но внезапный тропический рассвет озарил все вокруг, прежде чем кто-либо успел понять, что наступило утро. Зажгой стабло, извещавшее о готовности к посадке, капитан вышел из пилотской кабины и поднял вверх обе руки с отопыренными большими пальцами. Это означало то же, что и надпись на табло. Все идет по плану. Приготовиться к высадке. Они прибыли в деревню. Приземление было довольно жестким, даже напоминавшим падение. И как только колеса коснулись земли, двери распахнулись. Ударная группа выскочила наружу, причем капитан Картер оказался первым. На территории грязного поселка не было видно ни души. Команда рассыпалась в цепочку за спиной капитана, держа под наблюдением двери хижин, сплетенных из веток ротанговых пальм, откуда начали появляться люди. Внезапность была абсолютной. Со стороны дороги донеслось ворчание моторов грузовиков от реки громкий рев. Билли поглядел туда и увидел катер на воздушной подушке, который стремительно мчался по залитым водою рисовым чекам, окруженной тучей, поднятой роторами водяной пыли. А затем солдат услышал оглушительный мерзкий вой, больно ударивший в уши, подпрыгнул и вцепился в ружье. Это капитан включил сирену, встроенную в мегафон, которую он держал в руке. Звук становился все громче и омерзительнее, еще громче, и, наконец, Картер щелкнул выключателем. Когда эхо сирены замерло, он заговорил в мегафон, и его голос заполнил всю деревню. Билли не понимал языка выродков, но все равно речь капитана звучала внушительно. До него впервые дошло, что капитан безоружен, что даже на голове у него пилотка, а не каска. Это было весьма рискованно. Билли взял газовое ружье на изготовку и уставился на людей, медленно выползавших из домов. А капитан указал в сторону дороги, и его оглушительный голос смолк. Все головы, словно связанные одной веревочкой, повернулись в ту сторону, куда он указывал. Оттуда показался полугусеничный грузовик, он ревел мотором, поднимая густую тучу пыли. Машина на полном ходу резко затормозила, и, проехав несколько метров, юзом остановилась. Из закрытого тентом кузова через задний борт выскочил капрал, и в несколько громадных прыжков достиг колодца. Он кинул в яму какой-то большой предмет, который держал в руках, и метнулся в сторону. Прогремел резкий взрыв, и колодец обрушился. Воздух взлетели комья земли и брызги грязи. Барьер, окружавший колодец, тоже обвалился. На месте колодца осталась только неглубокая, дымящаяся яма. Воцарилась потрясенная тишина, которую вновь нарушил громкий голос капитана. Однако, несмотря даже на мощный мегафон, его слова, разносившиеся по всему поселку, перекрыл хриплый крик. Из дома старосты появился седой человек, он что-то кричал, указывая на капитана, который ненадолго умолк, а потом начал было возражать. Староста селения вновь прервал его капитан, вновь начал говорить, попробовал обсуждать, но староста скрылся в доме. Несмотря на старость, он двигался очень быстро. Прошло лишь несколько секунд, и он появился снова. На голове у него была старомодная каска, а в руке он держал длинную саблю. Таких касок не выпускали уже лет сорок, а сабели того дольше. Билли чуть не рассмеялся вслух, но тут до него дошло, что туземный старосты играет всерьез. Он бежал на капитана, подняв саблю над головой, и не обращал ни малейшего внимания на увещевания, продолжавшие звучать из мегафона. Это выглядело так, словно все присутствующие наблюдали за спектаклем. Нет, даже участвовали в спектакле, в котором солировали капитана и этот старик в смешном вооружении. А старик ничего не слушал. Он с яростным визгом атаковал противника и мощным движением, которое должно было поразить жертву насмерть, обрушил на капитана удар. Тот парировал мегафоном, аппарат захрипел, как живой умер. Тем не менее, капитан все еще продолжал уговаривать старика, но теперь без электронного усилителя. Его голос звучал далеко не так внушительно, а разгневанный староста не желал ничего слушать. Он нанес второй, затем третий удар, и каждый раз капитан отступал, закрываясь разбитым мегафоном, который успел превратиться в непонятный предмет из-за раскрошенной пластмассы с торчащими проводами. Когда сабля снова взвилась над головой атакующего, капитан приказал, не оборачиваясь. «Рядовой траск, остановите этого человека!» Дело зашло слишком далеко. Билли прошел хорошую подготовку и был готов действовать, не раздумывая. Он шагнул вперед, поднял свое тяжеленное ружье, снял его с предохранителя, и как только голова старика оказалась на известном расстоянии, нажал на спуск. Со звуком, похожим на негромкий кашель, сжатый газ вырвался наружу, и его струя ударила старику прямо в лицо. «Надеть противогазы!» скомандовал капитан Картер, и снова движения солдат были полностью автоматическими. Оружие переложено в левую руку, правое свободно, нащупать под краем каски петлю, дернуть. Прозрачная пластмасса развернулась, и он на ощупь соединил края газовой маски под подбородком, все по нормативу. Но затем что-то пошло не так. Мейс-4, которым были заправлены болоды, должен был мгновенно вырубить любого. Человек просто шатался и терял сознание, но староста не упал. Его вырвало, он скрючился. Его живот судорожно дергался, и рвотные массы стекали на подбородок и голую грудь. Он продолжал сжимать в руке длинную саблю, а свободной рукой скинул с головы каску, бросил ее на земь, и силой протер слезящиеся глаза. Вероятно, ему удалось сквозь слезы разглядеть форму Билли, потому что он отвернулся от капитана, и вновь воздев саблю, двинулся на рядового. Билли все еще держал ружье в левой руке и не мог выстрелить. Он перекинул оружие в другую руку и хотел вскинуть его на изготовку, но старик уже приблизился почти вплотную. Солнце ярко вспыхнуло на воздетой сабле. Билли взмахнул ружьем, как дубинкой, и ударил старика по виску толстым стволом. Тот споткнулся упал ничком и неподвижно растянулся на земле. Билли приставил дулок к голове упавшего и нажал на спуск, выпустил струю газа, а потом нажимал снова и снова, пока капитан не выбил оружие из его руки и не оттащил в сторону, чуть не швырнув его на землю. «Санитаров сюда!» закричал капитан и прошептал сквозь стиснутые зубы. «Дурак! Какой же ты дурак!» Билли все еще стоял ошеломленный, пытаясь понять, что произошло, когда подъехала санитарная машина. Последовали уколы, кислород из баллона, а затем раненого, осторожно положили на носилки, и врач подошел к капитану. «Да, дело плоховато, Картер. Вероятно, пробит череп, и к тому же он сильно надышался вашей дрянью. Как это случилось?» «Об этом я сообщу в рапорте», без выражения ответил капитан Картер. Доктор посоветовал как следует обдумать случившееся, повернулся, вскарабкался в санитарную машину, и она двинулась в путь, сиреной заставив свернуть с дороги несколько больших грузовиков, въезжавших в деревню. Все ее жители теперь кучками разбрелись по площади и переговаривались полушепотом. Никто больше не думал о сопротивлении. Билли вдруг заметил, что капитан, не отрываясь, смотрит на него, смотрит так, как будто хочет его убить. Ему внезапно стало жарко под противогазом, и он сорвал его с головы. «Я не виноват, сэр!» начал оправдываться Билли. «Он напал на меня и...» «На меня он тоже напал, но я не раскроил ему череп. Это ваша вина». «Да нет же, я ни в чем не виноват! О какой вине можно говорить, когда какой-то мерзкий старый выродок собирается проткнуть меня своим поганым ржавым свинорезом?» «Он не выродок рядовой, а гражданин этой страны и влиятельный обитатель своей деревни. Он защищал свой дом и был в своем праве». Билли всерьез разозлился. Он знал, что его пребывание в корпусе закончилось, и все его планы накрылись. Ему уже было на все наплевать. Сжав кулаки, он повернулся к офицеру. «Он поганый выродок из вшивой дыры! Если у этих макак могут быть какие-то права, то какого черта мы здесь делаем?» Капитан был теперь весь в ледяное спокойствие. «Нас пригласили сюда президент и парламент этой страны, и вам это известно не хуже, чем мне». Его слова заглушил рев, прошедшего рядом тяжелого грузовика, обоих обдало горячей вонью из выхлопной трубы. Машина остановилась. Из кузова выпрыгнули несколько человек, а сверху им сразу же начали подавать пластмассовые трубы для временного водопровода. Билли смотрел к капитану прямо в глаза. Теперь ему ничто не мешало высказать все, что он думал, а ему давно уже это хотелось. «В свинячью задницу нас пригласили, а не сюда». Кто-то из больших шишек, о которых эти местные выродки никогда не слышали и не услышали бы, сказали, что, мол, «Окей, мы прикатили сюда и выкидываем зазря пару миллиардов долларов, принадлежащих американским налогоплательщикам, чтобы силой навязать каким-то выродкам хорошую жизнь, о которой они ничего не знают и которая им и нахрен не нужна. Так какого черта еще вам нужно?» Последние слова он прокричал во весь голос. Капитан, напротив, стал еще спокойнее. «Значит, было бы лучше, если бы мы помогли им так, как сделали это во Вьетнаме. Навалились бы на них со всех сторон, стали бы жечь их, стрелять, взрывать и загнали бы прямиком обратно в каменный век?» Подъехал еще один грузовик, и с него начали сгружать умывальники, унитазы и электрические печи. «Ну так а почему бы и нет? Ну действительно, почему бы и нет? Если они беспокоят дядю Сэма, значит их нужно раздавить. Нам ничего не может быть нужно от этих никчемных, бестолковых людишек. Дядя Сэм теперь называется «Дядя Суп» и кормит весь мир за счет своих налогоплательщиков, которые расплачиваются по векселям, заткнитесь, рядовой, слушайте!» В голосе капитана послышались нотки, которых Билли никогда прежде не слышал, и он подчинился. «Я не знаю, как вы попали в корпус содействия, но мне точно известно, что вы больше не служите в нем. Мы существуем в едином мире, который с каждым годом становится все меньше и меньше. Эскимосы в Арктике отравляются ДДТ, которым опыляют свои посевы фермеры Среднего Запада. Стронций-90 от французских атомных испытаний, проведенных на Аттолле в Тихом океане, вызывает рак костей у ребенка, живущего в Нью-Йорке. Земля — это космический корабль, а мы все вместе находимся на борту, пытаясь остаться в живых. Богатейшие страны пытаются помогать беднейшим, потому что мы все летим на одном космическом корабле, и все равно не исключено, что мы уже опоздали. Во Вьетнаме мы тратили по 5 миллионов долларов за каждого убитого гражданина этой страны, а в награду получили неистребимую ненависть каждого ее обитателя, что на севере, что на юге, и презрение всего цивилизованного мира. Мы исчерпали норму своих ошибок. Теперь пора показывать, чему мы на них научились. Затратив менее одной тысячной той суммы, которую придется израсходовать, на то, чтобы убить одного человека и превратить его родственников и друзей в своих врагов, мы можем сохранить его и свои жизни и сделать этого человека нашим другом. 200 долларов за голову, вот стоимость нашей операции. Мы взорвали колодец, потому что в него просачивались стоки из выгребных ям, и он служил рассадником заразы. А теперь уже начали бурить новую водозаборную скважину, которая дойдет до гораздо более глубоких водоносных слоев и даст чистую воду. Мы проводим канализацию, ставим в дома унитазы и умывальники. Мы уничтожаем насекомых, переносчиков инфекции. Мы прокладываем электрические кабели и организуем медицинские миссии, которые будут помогать им спасать жизнь. Мы открываем клиники по контролю зарождаемости, чтобы у них были семьи, как подобает людям, а не выводки, как у крыс, которые грозят заполнить весь мир. Они получат научную агротехнику, что даст им возможность лучше питаться и образование, благодаря чему они смогут стать чем-то большим, чем животные, обученные работать. Мы собираемся передать им около 5% тех социальных выплат, которые расходуются в суверенном штате Алабама, и мы делаем это по чисто эгоистическим мотивам. Мы хотим выжить! Но, по крайней мере, мы работаем ради этого. Капитан с растерянным видом, будто ожидал увидеть нечто совсем другое, посмотрел на свой сжатый кулак, медленно рожал его и отвернулся. «Сержант!» Чуть повысив голос, позвал он. «Посадите этого человека под арест и позаботьтесь о том, чтобы его немедленно отправили обратно в лагерь». Кто-то поставил ящик со смывными унитазами чуть ли не на ноги Билли, и гнев, владевший им, стал еще яростнее. Кто такие эти людишки, чтобы ни за что ни про что получить подобную роскошь? Он вырос в лачуге и впервые увидел смывной унитаз на девятом году жизни, а теперь он должен помогать отдавать их этим... Да черножопые обезьяны, вот кто они такие, эти людишки! И мы подносим им все на серебряном блюде! Такие вот сердобольные вроде вас, капитан! Поплачьте, капитан, поплачьте по этим бедным беспомощным людишкам, о которых вы так остановился и медленно обернулся. Он смотрел на молодого человека, стоявшего перед ним и чувствовал только ужасную подавленность. Нет, рядовой Уильям Траско, я не плачу по этим людям. Я не могу плакать, но если мне когда-нибудь это удастся, я буду плакать по вас. И он ушел. Большое спасибо за прослушивание этого ролика. Если вам понравилось, я буду очень признателен, если вы напишите комментарий, даже просто сердечко или огонечек, это поможет ютубу понять, что это видео можно предлагать посмотреть другим зрителям. Неравнодушные люди, желающие поддержать меня и мой канал финансово, могут это сделать по реквизитам в описании. Спасибо всем большое.